МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детский сад «Дюймовочка» стал победителем всероссийского смотра конкурса. Большую роль сыграли родители, конечно, что им огромное спасибо. Они приняли участие в голосовании за наш детский сад. В Смоленской области 25 муниципальных районов. Каждый из них со своей спецификой и задачами. Особняком остается город Атомщиков, Десногорск. Право быть особенным на карте области налагает и особая ответственность. Эта особая ответственность продиктована в первую очередь наличием уникального предприятия – Смоленской АЭС. Соседство с ним значительно влияет и на повседневную жизнь его города-спутника – Десногорска. В 2019 году немало сделано для развития города Десногорска. Наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами, которыми ставит перед нами президент и правительство Российской Федерации, губернатор Смоленского облачного. Десногорск по-прежнему идет по пути планомерного развития, повышая качество инфраструктуры. Только за последнее время в Атомграде были решены некоторые принципиальные вопросы – открытие автовокзала, ремонт городского пляжа, замена устаревшего городского освещения, обновление придомовых территорий по программе формирования комфортной городской среды и прочее. Своё мнение о том, что уже сделано и о том, что предстоит выполнить, десногорцы могли высказать напрямую главе региона. Начинаю свой прямой эфир с жителями города Десногорск по тем вопросам, которые поступили ко мне в рамках договоренности с жителями города. 21 июля Алексей Островский провел прямой эфир в социальной сети Instagram. Вместе с главой Десногорска Андреем Шубиным они обсудили текущее положение дел в Атомграде. Десногорцы интересовались в первую очередь инфраструктурой города, социальными, спортивными и медицинскими объектами. Все вопросы будут отработаны. По каждому вопросу каждый обратившийся получит свой интересующий его ответ. Я вам это обещаю, а своих слов я на ветер не бросаю. Новый формат оказался интересен для всех участников встречи. Главе региона поступило более ста вопросов еще до начала трансляции. Всего же за время такого мероприятия удалось обсудить более двух десятков вопросов. Губернатор эти встречи проводит вместе с главами района. Это очень хороший показатель того, что вопрос будет решаться не только на местном уровне, но и будет находиться под личным контролем губернатора. Онлайн, конечно, это хорошая передача. И для старшего поколения удобно посмотреть. Прямой эфир в социальных сетях – это отличная практика для общения власти с населением. Приглашаю вас подписаться на наши социальные группы, для того, чтобы мы с вами могли совместно решать все поставленные задачи для нашего любимого города Десногорска. Глава региона Алексей Островский планирует провести такие онлайн-встречи с жителями всех районов области. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Детский сад «Дюймовочка» города Десногорска стал победителем всероссийского осмотра конкурса «Образцовый детский сад 2019-2020 года», оказавшись в числе тысячи лучших учреждений дошкольного образования страны. Занялась красочность нашего стенда, потому что все это виртуально было оформлено. Красочность, образность, наполняемость нашего стенда виртуального. Но и, кроме всего прочего, еще и большую роль сыграли родители, конечно, что им огромное спасибо. Они приняли участие в голосовании за наш детский сад. Конкурс на звание образцового детского сада стартовал в ноябре прошлого года. За пять месяцев организаторам поступило свыше 48 тысяч конкурсных заявок, из которых жюри затем выбрало тысячу лучших. И среди них детский сад из города Атомщиков. «Победа в этом конкурсе дала нашему коллективу возможность стремиться к еще большим победам, к развитию, к тому, чтобы наш детский сад имел возможность привлекать к себе как можно больше воспитанников». Его руководитель Раиса Цыганкова награждена медалью, дипломом и сертификатом победителя. В конце выпуска о погоде. 7 августа в Десногорске переменная облачность. Температура днем плюс 23, ночью до 15 тепла. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова